Добрый вечер! На канале Ортопланета новости дня в студии Анна Золотухина. Вот некоторые темы этого выпуска. Добрый вечер! Вместе со снегом тают дороги, сетуют автомобилисты на бесчисленные ямы. Проверка показала, в Оренбурге более 70% дорожного покрытия не соответствует ГОСТу. Прокурор города обвинил городадминистрацию в бездействии и потребовал до 1 мая этого года привести в порядок все дороги областного центра. Тема продолжит Анастасия Матвеева. Помятый бампер – последствия езды по дорогам областного центра. Тамара занимается перевозками. Говорит, что из-за ямы Колдобин на улицах в ближайшее время на ее автомобиле придется менять еще и подвеску. Кто мне оплатит ремонт машины? Ну я не знаю, кто ездит и как ездит. Ни одна дорога в городе не отвечает надлежащим требованиям. То есть проехать вообще нигде нельзя. Проведенная экспертиза городских дорог показала – ГОСТу не соответствуют 70% улиц. Фактически в хорошем состоянии находятся дороги, которые ремонтировали год назад. Остальные только условно пригодны для эксплуатации. В прокуратуру с жалобами каждый день обращаются десятки горожан. Сотрудники ГИБДД только с января составили 330 актов несоответствия от дорожного полотна. Мы за последние несколько дней по состоянию на 2 марта проанализировали эти акты выявленных нарушений требований ГОСТ и составили административное исковое заявление с требованием обязательства администрации устранить данное нарушение. Чтобы исправить все улицы Оренбурга, городской администрации поставили срок до 1 мая. Дорожники уже приступили к работам, например, на пересечении Терешковой-Орской. Устранили огромную яму. Правда, заделали ее не бетоном, а плиткой, а соседние выбоины. Так и остались неприкосновенные. Водители жалуются – такой ремонт, как капля в море. Видите движение какое? Медленно-медленно объезжают, тормозят. Машина бьет колеса, подвеску бьет. Ремонт приходится делать неплановые деньги, опять тратить. Стал объезжать машину, которая застряла в этой яме. Яма большая, на полдороги, заполненная водой, ничего не видно. В яму заехал – она глубокая, соответственно, вот впоследствии. Страдают не только автолюбители, но и водители маршруток. Чтобы объехать ямы, им приходится выезжать навстречу. Сейчас некоторые неровности наполняются водой, и узнать о их размере можно только опытным путем. Дмитрию, например, не повезло. Двигались утром на рейс. В итоге оба автобуса застряли в луже и не смогли выехать на первый круг. В управлении строительства и дорожного хозяйства администрации города сетуют на погодные условия. Якобы половодие мешает сейчас заниматься ямочным ремонтом. Ведомство уже объявило торги на 1 миллион рублей. Победивший подрядчик согласно контракту должен будет устранить ямы на улице города до 31 мая. Анастасия Матвеева, Владислав Горбунов. Новости дня. По разбитой дороге не единственная проблема, которая приходит вместе с весной. Предстоящий паводок – головная боль для всех муниципалитетов и экстренных служб. Если до прихода большой воды еще есть время, то вот жители частных домов уже страдают от последствий потепления. О том, как встречают весну в одном из сельских поселков, в следующем сюжете. Блестит самое главное, покрашенный и все. Для жителей поселка Зауральный. Старый трактор – единственный помощник в борьбе с суровыми погодными сюрпризами. С приходом весны эта сельхозмашина работает на износ. За день нужно успеть расчистить дороги от подтаявшего на весеннем солнце снега. Только вот после этого работа не заканчивается. Вот я в один конец поднимаюсь, прочистую улицу, назад еду, собираю куски железной. Отваливается на ходу все. Старый, все, отработал свое. Собрать все детали, подкрутить, подлатать. После работы реанимировать железного коня приходится часами. Тракторист шутит. В кабине естественная вентиляция, которая стимулирует на трудовые подвиги. Здесь не греешься, здесь работаешь. Если не работаешь, завернешься. Если не работаешь, не завернешься. Единственный трактор служит поселку верой и правдой уже не один десяток лет. Отметив свое 30-летие, он пережил обновление. Руками народных умельцев трактор из стогомета превратился в снегоуборочную машину. Впрочем, даже в такой технике сельчане не сомневаются. Сегодня беспокоит нас то, что вода. Многие загородились заборами капитальными, бетонные. И вода, если она раньше потихонечку проходила через их двор, сегодня она не пойдет, она пойдет к соседу. Обычно в поселок больших проблем талые воды не приносят. И в этом году сельчане тоже надеются, что их дворы не превратятся в непроходимые озера. А проверенное годами техника не подведет. Оксана Боричева, Виктор Яковлев, Новости дня. К каждому льготнику индивидуальный расчет. Социальная поддержка отдельным категориям населения на оплату услуг ЖКХ теперь рассчитывается, исходя из реальных затрат гражданина. Сейчас ежемесячная денежная компенсация ЕДК пришла на смену льгот, закон по которым вступил в силу в 2005 году. Тогда монетизация натуральных льгот тоже проходила непросто. Планомерная разъяснительная работа, создание единой базы данных, личный прием граждан специалистами в центрах социальной поддержки населения. Почти то же самое происходит и сейчас. Основной поток обращения граждан пришелся на февраль. Сейчас он постепенно уменьшается. Мы уже провели анализ по приему населения. В основном люди просто интересовались, из чего складывается расчет ежемесячной денежной компенсации по новому. И были уже удовлетворены ответом, и тогда спокойно уходили. В каждом конкретном случае расчет компенсации на ЖКУ производится льготнику индивидуально. Именно под тем видом жилищных и коммунальных услуг, которыми пользуется гражданин. То есть компенсация рассчитывается, исходя из реальных затрат. По всем вопросам можно обратиться на горячую линию. Телефон в Оренбурге 770303. Волна возмущений по поводу ЕДК прокатилась по всей области. В Орске ветеран труда отказалась от выплаты. Так пишет газета Орская хроника. Женщина отправила свою компенсацию денежным переводом президенту Путину. 110 рублей – это ЕДК, которую Мария Ефимовна получила за январь. Для сравнения, в декабре эта же выплата была около 2000 рублей. Это не единичный случай отказа от поддержки. Накануне не воспользовался компенсацией еще один пенсионер. Николай Сучков – инвалид второй группы по зрению. Сумму ЕДК ему озвучила жена. Вместо 1000 рублей по новым расчетам он получил 300. Мужчина настолько возмущен мизерной суммой, что решил идти в ВАБАНК. Или получать льготу в прежнем размере, или не получать ничего. В строчке получил, не буду расписываться. А здесь вот так напишу. В знак протеста отказываюсь получать вашу подачку. По его мнению, экономят на самых бедных слоях населения. И такие меры унижают пенсионеров. Да это не помощь. Вы понимаете, вот сейчас пойти в магазин за 300 рублей, что можно купить? Первый шаг, по словам пенсионера, в Центр социальной поддержки. Там он планирует написать заявление об отказе от ЕДК. А уже если это не поможет, будет действовать дальше. Задать свои вопросы по выплате ежемесячной денежной компенсации, а также высказать мнение по качеству обслуживания в Центрах соцподдержки, можно сегодня в прямом эфире программы «Обратная связь». Гость студии – министр социального развития области Татьяна Самохина. Начало в 19.25, сразу после этого выпуска новостей. Звоните по телефону прямого эфира 43-45-07, Кутаринбурга, 35-32. Сейчас реклама, после которой продолжим выпуск. Оставайтесь на нашем канале. Оренбургских летчиков наградит президент Владимир Путин. Нашему телеканалу стала известна точная дата вручения – 10 марта. Героический экипаж самолета «Боинг» оренбургских авиалиний отправится в Москву. Капитан воздушного судна Константин Парикожа удостоен ордена мужества. Второй пилот Игорь Кравцов – медали «За отвагу». Награждение пройдет в Кремле. Еще 18 сотрудников авиакомпании получили медали Нестерова. Среди них – бортпроводники, сменный экипаж, технический состав. Торжественная церемония для них, по предварительной информации, пройдет в Министерстве транспорта. Напомним, самолет «Боинг-777» оренбургских авиалиний вылетел с российскими туристами из Доминиканы 11 февраля. Через несколько минут после взлета экипаж был вынужден развернуться и совершить экстренную посадку. На борту находились 351 пассажир. Среди них – 25 детей. Ни один человек в результате грамотной работы нашего экипажа не пострадал. Сотрудники спецслужб сегодня отрабатывали действия по освобождению заложников. Учения проводились на базе областной психиатрической больницы номер 2. После того, как поступил сигнал о захвате, на объект прибыли сотрудники спецслужб. Был развернут оперативный штаб. Прогнозируя, что мирным путем решить ситуацию, скорее всего, невозможно, было принято решение провести контртеррористическую операцию. Силами спецподразделения Оренбургской области заложники были освобождены. Преступники заключены под стражу. По итогам учений руководство положительно оценило действия подразделений. Еще плюс семь кандидатов. Сегодня на заседании Оргкомитета партии «Единая Россия» были зарегистрированы новые кандидаты для участия в предварительном голосовании. Оно состоится 22 мая. Подробности в следующем материале. Кто за то, чтобы зарегистрировать участника предварительного голосования? Прошу проголосовать. Кто за? Единогласным решением сегодня для участия в предварительном голосовании зарегистрировали семь кандидатов. Среди них и маститые политики, и представители молодой гвардии. По словам Игоря Сухарева, основная задача голосования – создать конкурентную среду, от чего выиграют и кандидаты, и избиратели. Региональный ингредиционный комитет партии «Единая Россия» прикладывает максимум усилий для того, чтобы это предварительное голосование состоялось, чтобы был выбор большой из всех категорий граждан, из всех представителей бюджетной сферы, из предпринимателей. Игорь Сухарев также отметил, что оренбуржцы активно участвуют в предварительном голосовании. По числу зарегистрированных кандидатов наша область лидирует среди соседних регионов. Ни одна другая партия не дает возможности населению, избирателям выбрать кандидата, наиболее достойного представлять партию. Все в основном решается кулуарно. На сегодня участниками предварительного голосования уже стали 15 человек. В оргкомитете продолжается прием документов от кандидатов, и с их подачи советуют не затягивать. Ведь уже с первого дня регистрации можно приступать к агитации. С этим «Единая Россия» готова помочь и советам, и делам, особенно начинающим политикам. Александр Сдвижков, Георгий Бурлуцкий, Новости дня. Сразу несколько оренбургских компаний попали в поле зрения антимонопольной службы за неоднозначные рекламные образы. В связи с этим в областном центре прошел экспертный совет, где оценивали, можно ли выставлять рекламные баннеры с непристойным содержанием. Громкая музыка и промоутер в маске героя из фильмов ужасов с топором. Новый аттракцион Оренбурга проверил горожан на страхе уже одной своей рекламой. Испытания прошли не все. Спустя некоторое время после появления специфической рекламы на одной из центральных улиц в компанию посыпались жалобы, в том числе от надзорных ведомств. Неправильно понята задача руководителям именно этого филиала. Она сделала рекламу так, что не согласовала с руководством. Мы все исправили, все переделали. Реклама у нас теперь веселая, хорошая, без всяких устрашающих моментов. Музыку из фильмов ужасов заменили. Вместо кровавых клоунов листовки раздает персонаж детского мультфильма. Но и это многих горожан не устроило. В антимонопольную службу поступило 10 жалоб. В них оренбуржцы добиваются полной ликвидации звуковой рекламы. Сегодня в областном центре состоялось заседание экспертного совета. Психологи, культурная общественность, представитель торгово-промышленной палаты и УФАС единогласно решили, все звуковые призывы испытать свои страхи запретить. В зоне пристального внимания антимонопольной службы оказались еще три рекламные кампании. Авторов этих баннеров обвинили в использовании неэтичных образов. На заседании экспертного совета мнения разделились. Я полностью отрицаю подачу женского тела в таком формате, потому что для меня женщина – это идеал красоты, женственности, материнства, добра. Меня это не коробит нисколько, потому что я видел гораздо более худшие образцы. Наша жизнь сложна, она полна перекусов. Но бизнесу тоже не просто. И сейчас, если квартиры не продаются, мне приходится запретать совершенно такие, может быть, на первый взгляд, кажущиеся нам непристойные вещи. Вопрос, сыграл ли подобный пиар свою роль, по мнению экспертов, нужно ставить в первую очередь. Если на первом баннере есть номера телефонов, стоимость и метраж предлагаемой квартиры, то на втором, который выпустили конкуренты, даже не сразу различима строительная кампания. А вот в образах, по словам рекламщиков, нет ничего такого – ни пошлости, ни особенного креатива. Вся реклама построена, по большому счету, запоминающаяся на том, что используют архетипы. Но это в первую очередь секс, это страх, это все что угодно. То есть то, что плавает на поверхности и то, к чему можно обращаться. Здесь очень важно не перегнуть палку. В данном случае, я считаю, что палка была не перегнута абсолютно. До нее, по-моему, даже никто не дотронулся. И этот рекламный ход, который так смутил горожан, пиарщики растиражировали. Появилось множество клонов, в том числе и в других регионах страны. Кто был первым, разобраться уже невозможно. В итоге большинством голосов вердикт неоднозначной рекламы был вынесен. Образы признаны неэтичными, пугающими и неприемлемыми для общественных мест. Со дня на день в отношении кампании будет возбуждено административное дело. От подобных счетов их создателям придется избавиться и выплатить штраф. Анна Солодкина, Владислав Горбунов, Новости дня. В областном центре идет подготовка к традиционному и популярному фестивалю академической музыки. Оренбургские сезоны Дениса Мацуева станут долгожданным подарком к Международному женскому дню. Музыкальный проект, который Оренбургская филармония представляет публике, проводится в шестой раз. Однако в этом году Денис Мацуев сместил акценты. Особенность в том, что центром события станет не большой концертный зал, а районные дома культуры. Музыкант выступит с сольной программой, а после совершит турне по области. Совместно с губернатором Юрием Бергом посетят Бугуруслан, Тюльган, Александровку и Солилецк. Очень давно, я хочу сказать, Денис не играл в сольную программу в Оренбурге. Притом программа, которая вот буквально недавно собрала аншлаг в Карнагихоле. Она очень интересная, очень серьезная. Может быть, кому-то она покажется трудной для восприятия. Это произведения Чайковского, Шумана и Сонатора Ахманинова. Тем временем оренбуржцы продолжают активно приобретать билеты. Из 850 осталось около полусотни. Необычная выставка международного уровня открылась в Оренбурге. Музей шоколада Николя. Экспозиция уже побывала в более чем 40 городах. Ее посетили порядка полумиллиона человек. В Оренбурге открывать и представлять выставку приехал сам автор – шоколатья Николай Попов. Знаменитый шоколатья Николай Попов увлекается сладким творчеством на протяжении 10 лет. Два года из которых путешествует с музеем на колесах. Я считаю, что у человека шоколада есть душа. Я ее очень хорошо понимаю. И мы с ней сходимся. В экспозиции более 200 шоколадных произведений искусства. Картины, скульптуры, исторические экспонаты и сувениры. Самое масштабное изделие мастера – 45-килограммовая эйфелева башня. Работа над формой для ее изготовления заняла около месяца. Однако сложности возникают не при изготовлении, а при транспортировке изделия. Это самый сложный процесс. Причем, кроме специальной упаковки, еще горы пенопласта, которые хранят температуру от окружающей среды и специально оборудованные машины с температурой, которые перевозят. Специально для этой выставки художник приготовил шоколадные произведения искусства – плитку оренбургского пухового платка. В оренбургских теплицах распускаются цветы. Главные атрибуты весеннего праздника – тюльпаны, герберы, лилии. Чтобы вырастить такую красоту, цветоводам требуется немало терпения и навыков. Но восхищенный взгляд оренбурженок того стоит. В царстве цветов побывал Деля Рабусева. За окном минус один, здесь плюс 16. При такой температуре воздуха луковицы из Голландии становятся тюльпанами. Посадили. В течение двух недель поддерживается температура в районе 7 градусов в теплице, имеется в виду воздуха. Потом еще две недели 9 градусов. Потом 12-13 две недели. И только к моменту срезки цветка температура повышается до 15-16 градусов. В таком виде тюльпаны собираются с грядки. Затем их отправляют на упаковочный пункт, где происходит их фасовка. Вот таким образом очищают его от луковицы, после чего упаковывают в пакеты. На сутки он вставится в воду для того, чтобы отпиться, сохранить свою привлекательность. В каждом рулоне 25 тюльпанов. Они сложены по размеру, зрелости и спелости. Тепличница Гульнара Жадовинова работает здесь не первый год. И по ее словам, фасовка цветов подобна воспитанию ребенка. Цветы все-таки чувствуют заботу и ласку. И прежде всего надо тоже забота и ласкость к ним. Мы их выращиваем, они должны нам нравиться. После фасовки тюльпаны в таком виде охлаждаются в помещении температуру плюс 4-5 градусов. Затем их укладывают в такие коробки и отправляют в спячку в помещение температуры плюс 1-2 градуса. И только потом тюльпаны появляются на цветочных прилавках. В этом году в Оренбургской теплице посадили различные сорта тюльпанов. Савила, Красный Желтый Парад, Барселона, Иль-де-Франц и Андре. Популярностью в праздники весны пользуются и герберы. Уход за ними трудоемкий. Их выращивают два года, применяют капельное орошение и обязателен кокосовый субстрат. При таком подходе получается сорта томбуалин и калина. Разнообразный по окраске, по оттенкам цветка, по комбинации цветов. То есть наряду с однотонными цветами существуют двух- и даже трехцветные. Но в целом тепличники признаются, что цвет, сорт цветов не имеет большого значения. Главное, что букет будет подарен с душой. Для Рабусева, Роман Боричев, Новости дня. Футболисты Оренбургского газовика отправились в Краснодарский край. Там у них пройдет заключительный этап предсезонной подготовки. Подробнее Анатолий Единьевич. По возвращении из Кипра команда получила несколько дней отдыха, после чего вылетела в Сочи, где предстоит неделя завершающих тренировок, окончательная отработка игровых связей. Два предыдущих сбора получились сверхпродуктивными. Ежедневные двухразовые тренировки чередовались с контрольными матчами, а второй этап представлял собой розыгрыш Кубка ФНЛ, где газовик выступил выше всяких похвал, выиграв этот турнир и завоевав таким образом первый трофей сезона. Изменения в составе минимальные. Отлично проявили себя на сборах молодые дублеры Черезов и Сарсенов. Там же неплохо зарекомендовал себя и Налгитти Гежев. Он переходит к нам из Казанского рубина. И из Нижегородской Волги вернулся Никита Саталкин. Сейчас в Сочи последняя прикидка сил перед стартом чемпионата, до которого остается всего 10 дней. Пройдут две товарищеские встречи с Тюменью и Челябинском. И в следующий четверг наша команда вылетит в Санкт-Петербург. 12 марта весеннюю часть первенства откроет матч Тосна-Газовик. Анатолий Юденич, Новости дня. На этом выпуск завершен. Посмотреть материалы наших корреспондентов можно также на сайте меди56.ру. До свидания.